У нас немного есть времени, я хотел бы поделиться Словом Божиим. И тема моей проповеди будет звучать так. «Твори прежние дела твои». «И твори прежние дела твои». Меняется время, меняются эпохи, меняются традиции, но есть вещи, которые не подвержены изменениям. Существуют в нашей жизни и в нашей судьбе константы, которые нельзя менять, которые нельзя подгадать переменам. Можно изменить фасон, но не само откровение. Можно измерить аранжировку, но нельзя изменить самого произведения. Можно распорядок служения поменять, но нельзя отменить проповедь Евангелия. Можно модернизировать церковь, но нельзя менять основные, базовые ценности христианства. Амин. И мне бы очень хотелось зафиксировать сегодня наше внимание на тех делах, о которых Библия говорит «твори прежние дела твои». Мы не можем настолько развиваться, настолько подниматься вверх, чтобы забывать о главных, базовых и фундаментальных откровениях от Бога. Давайте прочитаем одну историю. И я думаю, что эта история поможет нам до конца разобраться вот в этом вопросе. Матфея, 19-я глава. Прочитаем с самого начала. «Когда Иисус окончил Словасии, то вышел из Галилеи и пришел в пределы Иудейские, за Иорданскую стороной. За ним последовало много людей, и Он исцелил их там. И приступили к Нему фарисеи, и, искушая Его, говорили Ему. За Иисусом следовало множество людей. Одни Ему верили, а другие искушали. Причем Иисус служил и тем, и другим. Больных Он исцелял, жаждущих истинные правды Он учил, а с фарисеями Он дискутировал. И вот, смотрите, фарисеи подступили к Иисусу, приступили к Нему фарисеи, и, искушая Его, говорили Ему, по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своей. Тема разводов будоражила сознание во всяком. И как бы сегодня мы не были либерально воспитаны, и как бы сегодня мы не старались пропагандировать нынешние традиции, говоря, что такое современный мужчина, что такое современная женщина. Это тот, у кого куча любовников, это тот, у кого много жен, и, казалось бы, ну что такое семья? Это пустяки. А вот и не пустяки. Да что такое семья? Это уже изжившая традиция. Гражданские браки, сожительство, веяние современного сезона. Я недавно смотрел программу «Звездные разводы». Казалось бы, актеры, исполнители, звезд шоу-бизнеса, которым пополам до семьи, они переживают величайшую трагедию во время развода. Пой сколько угодно о том, что такое современная жизнь, но когда до тебя это коснется, когда это касается человека, то человек переживает всю глубину трагедии семьи. Семья – это то, что сотворил Бог, и ее никогда и никто не сможет отменить. И вот, смотрите, даже во время Иисуса этот вопрос стоял остро. Позволительно ли разводиться? Этот вопрос сегодня актуален и в нынешней современной церкви. В каких-то церквах на этот вопрос смотрят уже сквозь пальцы. Ну, что тут такого? Ну, не вышло. Не сошлись характерами. В каких-то церквах позиция консервативна и строго консервативна. Категорически нет. И вот, посмотрите, этот вопрос задается с подвохом. Этот вопрос задается Иисусу, который не благословил ни один развод. Но традиция, традиция в израильском народе была такова, что закон Моисея на то время, когда Иисус уже пришел в Израиль, давал некоторые скидки, который давал некоторые бонусы, который давал некоторые возможности разводиться. И, зная эти поблажки, зная эти слабые места в законодательной власти того времени, к Иисусу подходят фарисеи, законники, которые знали это слабое звено и говорят, позволительно ли разводиться человеку с женой своей? Он сказал в ответ, не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их? И сказал, посему оставит человек отца и мать, прилепится к жене своей, и будут два одной плотью. Так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог считал, того человек, да, не разлучает. Уважаемые братья и сестры, уважаемые пасторы, лидеры, когда к вам сегодня подходят люди с таким же вопросом, мы имеем полное право взять точку зрения Иисуса Христа и отвечать именно так, как Иисус Христос ответил фарисеям. Он не смотрел на то, какие навязанные правила существовали уже в синагогах. Иисус начисто отрицает навязанные правила и утверждает вечные правила, которые изначально были утверждены Богом. Поэтому первая мысль не навязанные человеческие правила, но изначально утвержденные Богом вечные законы являются основанием нашего решения, наших традиций и нашего поведения. И когда тебе говорят, ну посмотри, вот то, вот там практикуют это, вот здесь это практикуют, нам все равно, кто, где, что практикует. Мы утверждаем то, что было от начала. Амин! Сегодня гомосексуальные церкви регистрируются по три, по пять тысяч. Ну и что? И вы знаете, там проповедуется Евангелие, нам не нужны навязанные, грешные, человеческие, либеральные правила. Нам нужно то, что Бог изначально вложил в человеческое естество, в человеческую природу и в основание нашего человеческого бытия. Разве вы не читали, что в начале, подчеркните это слово, в начале, мы должны сегодня вернуться к прежним делам, к прежним доктринам, к прежним откровениям, к тому, что Бог изначально положил. И нет другого основания, и нет другого камня, и нет других законов, и других откровений, на которых бы строилась семья, на которых бы строилась церковь, и наши взаимоотношения. Слово Божье пребывает вовек. Иисус прочитал проповедь, что было от начала. Бог сотворил мужчину и женщину. Друзья мои, всякий сложный вопрос, всякий запутанный вопрос, который на сегодняшний день возникает для того, чтобы максимально правильно решить этот вопрос, мы должны всегда помнить одно правило. В начале, слово в начале, здесь самое главное, самое ключевое. Посмотри, что сегодня происходит в церкви, что сегодня в Европе происходит, что происходит сегодня в современной Америке. Друзья, не надо пытаться найти правду в современном мире. Мы должны искать истину и правду в том, что было в начале. То, что было в начале, когда еще не было никого, ни Америки, ни Африки, ни Европы, ни Латвии, ни России. Вот там, когда еще только земля была в идеальном формате, когда еще не было греха, вот то, что Бог заложил, это является истиной. И апостол Иоанн пишет, в начале было слово. Слово было у Бога. И слово было Бог. Вот наше основание. И когда к Иисусу подошли эти фарисеи и, искушаясь, спрашивали, позволить ли нам разводиться, то Иоанн говорит, Иисус говорит, а вы откройте первую книгу бытия, там что-то было сказано о разводе? Если там ничего не было сказано о разводе, значит, развод запрещен. Значит, развод вне закона. Но дальше был подвох. Слушайте, дальше. Дальше был подвох. Они-то это знали. Они хотели подставить Моисея. Бог-то, ладно, Он крутой, но Его не наедешь. Он слишком высоко. А вот Моисей, Он ходил по земле. Смотрите, куда копали фарисеи. Так что, итак, они говорят ему, А как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею? Он говорит им, Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так. Послушайте, это очень серьезный стих. А почему тогда Моисей позволил и даже были поправки к закону, и там было еще разрешение разводное письмо. И смотрите, здесь три определения ваши. Смотрите, есть то, что Божье, есть то, что ваше. Другими словами, другими словами, Иисус здесь очень серьезно провел границу то, что ваше, а вот то, что Божье. Давайте еще раз прочитаем через эту призму и проследим. Он говорит так, Моисей по жестокосердию вашему, вашему, слово жестокосердие, отметьте, пожалуйста, об этом чуть-чуть, позже мы поговорим. позволил вам разводиться с женами вашими. А сначала не было так. Но я говорю вам, кто разведется с женой свою не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует. И женившийся на разведенной прелюбодействует. Вы знаете, какой отсюда мы можем извлечь урок? Наш Бог есть Альфа и наш Бог есть Омега. Отсюда мысль. Все, что было в начале, обязательно будет происходить то, что будем видеть в конце. Все, что будет было в начале, Бог восстановит в конце человеческой истории. Кто восстановит? Иисус Христос. Жестокосердие вносит в наш жизнь навязанные правила. Разве не так? Бог говорит, принесите десятину. Жестокосердие людей говорит, а это Ветхий Завет. Поэтому десятина это не закон. Бог говорит, чтобы муж и жена были одной плотью. Жестокосердие меняет законы под себя. Ты скажешь, как объяснить, как объяснить, что Моисей пошел на поводу? Друзья, жестокосердие команды может сломать даже любого лидера. Мы должны беречься того, чтобы вместо Божьих вечных законов утверждать навязанные своим собственным жестокосердием человеческие правила. Этот процесс называется либерализацией Божьих законов. Это называется поправки к Божьим законам. Бог что-то недосмотрел, поэтому с течением времени необходимо немножко исправлять то, что Бог сказал вначале. Друзья, мы должны знать, что Слово Божье не подвержено никаким поправкам. Слово Божье остается вечным. Амин. Он говорит, по жестокосердию вашему вы пришли, вы взяли Моисея за грудки и сказали с одной женой жить невозможно. Посмотри, я уже живу с другой. Если ты принял решение и хочешь получить лицензию, получай. Это ты выбрал этот путь. Тебе нужно разводное письмо? Разводись, но у тебя не будет великой судьбы от Бога. Очень многие люди хотят слышать не то, что им говорят, а то, что они хотят. Это называется вымогательство. Это называется вымогательство. Друзья мои, жестокосердие человека меняет Божий закон, уродует судьбу человека и целого народа. Моисей пошел на гору встречаться с Богом. И Бог Моисею дает заповеди, скрижали, что такое жестокосердие народа. Жестокосердие народа это бунт против Бога и говорит, где там этот Моисей? Мы не знаем, что с ним случилось. Навязанные правила. Давай сделай нам Арон золотого тельца. Что Арон сделает? Его на части порвут. И он собрал это золото. Обвинять Арона? Я говорю сейчас не о том, кто прав, кто виноват, я говорю о принципе, что жестокосердие народа, жестокосердие команды, жестокосердие людей может исправлять Божьи законы и вносить навязанные правила. Они поставили этого золотого тельца и говорят, вот кто нас вывел. Я говорю это не к тому, чтобы копаться в прошлом, я говорю, чтобы мы побереглись сегодня оказаться в такой же трагической ситуации. Нам иногда кажется, что мы упрощаем жизнь тем, что мы либерализуем Божий закон. Все, что Бог говорит, нельзя, мы говорим, можно. Все, что Бог говорит, категорически нет. Мы говорим, видите ли, в отдельных случаях это позволительно и нам кажется, что мы свою жизнь упростили, что мы свою жизнь сделали проще и легче и не понимаем, что пройдет еще год, два, пять, десять и мы увидим полный крах своей жизни, потому что когда Иисус встретится с тобой, Он скажет, это вы придумали себе такие законы, это вы устроили себе жизнь веселенькую, это вы без меня хотели служить мне, это вы утвердили навязанные правила, а я пришел восстановить вечные законы. и этот золотой телец будет разрушен, разводы будут разрушены, аборты будут разрушены и всякий грех будет разрушен. Друзья мои, мы должны проверять свое сердце, жестокосердие это опасная штука, жестокосердие это какая-то цитадель дьявола, которая воюет против Божьих законов. Каждая заповедь тебя раздражает, каждое Божье нет, оно тебя лезвиями разрезает на мелкие клочья, и ты бесишься, и ты говоришь, нет, ты злишься на Бога. И вместо того, чтобы менять Божьи законы, помолись Богу и скажи, Бог, вырви из меня это жестокосердие. Мое сердце стало жестоким. Вместо того, чтобы менять законы, утверждать эти разводные письма, это развод, вы слышите? Слово развод, оно много говорит, когда у тебя жестокое сердце, у тебя развод сплошной. не только с женой, у тебя развод с Богом, развод с церковью, развод с моралью, с нравственностью, и ты катишься, как блудный сын, к свиному корыту, какая свобода, какая свобода, что хочу, то и делай. И никто мне не указ, давай, давай, пока деньги закончатся, пока здоровье закончится, а потом ты придешь и скажешь, какой я дурак, столько лет, столько здоровья угробил, и ради чего? Как у американцев есть пословица, play now, pay later, или play now, pay later, играй сейчас, заплатишь попозже, или плати сейчас, поиграешь попозже. И очень многие из нас играются, первую половину жизни играются, экспериментируют, топчутся по Божьим святыням, а потом платим, работаем на лекарства, работаем на врачей, жестокосердие, берегитесь жестокосердие. Давайте позволим Богу быть Богом. Итак, жестокосердие людей давлеет и контролирует лидеров и вождей. В угоду их прихотям меняются законы и правила. Нам кажется, это выход, на самом же деле, это западня и тупик. Когда тело управляет головой, это катастрофа. Но когда мозг управляет телом, это божественный порядок. Рано или поздно явится Иисус и отменит все навязанные компромиссные правила и возвратит нас к тем принципам, которые были вначале. Запомните, давайте просто зафиксируем это. Нам кажется, мы устроили себе классную жизнь, но Иисус придет и скажет, это не классная жизнь. Это не классная жизнь. Когда Иисус зашел к Захею, он понял, что он попал, он попал всерьез. И он говорит, половину и менее отдам нищим. Кого обидел, воздам вчетверо. Иисус приходит, запомни, Иисус всегда отменит, Иисус всегда отменит навязанные либеральные человеческие правила и вернет нас к тем законам и принципам, которые были от начала. Поэтому зря ты молишься, Иисус, ты видишь, как мне, Иисус, на свою голову намолишься. Иисус придет и разрушит все, что ты строил на этом песке и скажет, нет, это ты захотел, это ты решил, но в начале так не было. Давайте посмотрим Откровение 2.4 Откровение 2.4 Откровение 2.4 Здесь Иисус говорит к ангелу Эфесской церкви. Знаю дела твои, труд твой, терпение твое, и то, что не можешь сносить развратных, испытал тех, которые называют себя апостолами, а суть не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил, и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал, но имею против тебя, что ты оставил первую любовь твою, и так вспомни, откуда ты не спал, покайся и твори прежние дела твои. Бог возвращает нас к своей золотой паре. Я знаю, я знаю, что у каждого из нас была золотая пара, медовый месяц с Богом. Я знаю, что у каждого из нас был период жизни, когда ты с Богом был на максимальной близкой дистанции. Он с тобой беседовал, ты был счастлив с ним, ты денег не считал, как у песни в Макареичи, ты раньше денег не считал, ты всех любил, когда играл и отдавал, теперь тебя не проведешь, ты не даешь, а продаешь и тем живешь. Наша христианская мораль поменялась. Раньше на волонтерстве годами церковь двигалась, сейчас волонтеров нет. Они говорят, мы не дураки, эту колонку оттащить вон в этот фойе пять лад, что с нами случилось? Ребят, что с нами случилось? Мы каждый свой шаг прописываем, это стоит вот столько, а это стоит, но что в мире так делается? И хочется вспомнить, сказать, вы что, ребята, вспомните, как мы начали, это время другое? Нет, время тоже, отношения другие, кризис нашей любви, любовь была, и в начале девяностых, и в начале двадцатого века, и в начале истории человеческой. Любовь никто не поменял, а любовь это жертва, в любви нет страха, в любви нет математических расчетов, а сейчас нет никого. И когда ты начинаешь разговаривать, ты видишь, мыслят люди иначе. Вспомни, откуда ты не спал и покайся, жестокосердие. В чем каяться жестокосердие? Я Богу служу. Где? Хватит на наших горбах. Хватит. Надо жить, надо научиться жить. Что такое научиться жить? Научиться жить, это любить Бога. Научиться жить, это слышать Его голос. И когда Он тебе что-то говорит, немедленно исполнять, и говорит, Бог, все сделаю, что ты скажешь. И как эти герои исчезают, пробуждение останавливается. Все, церковь, общественная организация, маркетинг есть, менеджмент есть, схемы есть все, позитивное мышление, только Иисуса нет. и Он остается за дверью и говорит, я стучу в ваши двери, эй, маркетологи, я стучу в ваши двери, эй, церковь, там мне местечко найдется. Друзья мои, а вначале же не было так. Вначале мы брали домашние группы, дома открывали, из холодильника выгребали все, что было, хотя были какие квартиры, сейчас у дома и к нам гости никто не ходит. Что с нами случилось? Ведь вначале не было так. Мы какие-то перемены внесли, мы жизнь себе упростили, отгородились, и что, счастливее стали? Иисус говорит ангелу эфеской, вспомни, сегодня вечером мы должны вспомнить, что было вначале. Вначале, когда мы любили, когда мы дерзали, когда мы рисковали, когда мы ради Иисуса готовы ночами были не спать, идти просто напролом, поумнели, возрослели, и что-то потеряли, потеряли ту первую любовь, этот кураж, эту страсть, этот нерв, когда мы никого не боялись и никого не стеснялись, сердца ожесточились, и мы стали менять законы, и мы стали менять правила, современное христианство, а вот таких дикарей, как это Дима Макаренко, вот таких дикарей, как Толя, их становится меньше и меньше, а плохо, а их должно становиться больше, и в этом чудовищном мире, прожженным этой мамоной, этими расчетами, это как кислота, которая проникает в наши мозги, и мы все меняем, меняем, и меняем, разрешаем себе, позволяем себе многое, объясняем себе многое, и чего-то важного, очень важного лишаемся, развод с Богом, развод с большим помазанием, развод с дарами Духа Святого, развод с этим большим-большим влиянием, а вначале не было так, не было столько знаний, сколько сейчас, не было столько школ, интеллекта такого не было, не было столько книг, не было интернета, но мы делали больше, ведь вначале не было так, что случилось, и не надо говорить, мир поменялся, Бог тот же, грешники те же, и Божья любовь, чтобы спасать людей, та же, поэтому ангелу Ефесской Бог сегодня хочет кричать, кричать громче небесных громов, остановитесь, вспомните, я знаю ваши дела, но вчерашними заслугами нельзя жить, нельзя жить вчерашними достижениями, вспомни, откуда ты не спал, и вот это очень важная тема, с чего начались объяснения, какую черту ты переступил, чтобы себе объяснить, что и развод можно, разводное письмо, по жестокосердию, я даже Богу молюсь, Господь, правда же я это должен делать, конечно, и мир такой Божий пришел, многие сегодня лгут сами себе, выбивая у Бога, выколачивая у Бога какие-то лицензии, разводные письма, я молился, молился, да, это муж не от Бога, поэтому сейчас я такой мир чувствую, хватит брехать, хватит врать себе и окружающим людям, я, 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 вспомни, откуда ты не спал, я думаю, это очень, очень серьезный вечер, я это говорю себе, я говорю каждому человеку, навязанные человеческие правила или вечные законы, на чем ты строишь свою судьбу, если ты строишь свою судьбу, свои решения, на этих навязанных человеческих правилах рухнет судьба, но если мы строим на Слове Божьем, наша судьба будет защищена, наша судьба будет благословенная, амин, вспомни, откуда ты не спал и твори прежние дела, ты же был либо сольным, гостеприимным человеком, что сегодня случилось? ты раньше был смелым, легко, говорил и делился, что с тобой случилось? Вспомни, с чего все началось, а если сердце жестокое, кому там говорить про Иисус? Кого там в гости пускать? За кого там молиться? Вспомни, о чем ты начинаешь говорить, когда жестокосердие и тематика разговоров, она гнилая, негативная и осуждающая? И вот собираются вместе, о чем говорят? Если жестокосердие, жестокосердие гнилит, жестокосердие судит, жестокосердие не говорит ничего позитивного, Бог слишком строг, Он неправ, Он загоняет нас, Он делает нас, как дьявол приходит и говорит, вкуси этот плод, а Бог сказал, что нельзя. Он просто боится конкуренции, вкусите и вы станете как Бог. Ой, кому неизвестно, кто из вас без греха? Все знают, о чем идет речь. Друзья мои, мы должны сегодня серьезно проревизировать правила игры. Я не знаю тебя, ты не знаешь меня, но Бог знает и тебя, и Бог знает и меня. И не насудить никого. Недавно я с одним человеком разговаривал. Он говорит, я никому не говорил, почему у меня вот такие трагедии произошли. Но я знаю, из-за чего. Я знаю, тот момент, из-за чего все началось. Так говорят честные люди. Я знаю, с чего началось мое упадение. Я знаю, с чего моя трагедия началась. Вспомни, откуда ты не спал и твори прежние дела твои, чтобы прежние Божьи благословения, они рванули и обрушились в твою судьбу. Амин. Хочется видеть ту же самую церковь. Огненную, энергичную. Хочется видеть энтузиазм. Хочется видеть этот огонь в глазах. Типа в начале девяностых у нас было больше средств. Типа в начале девяностых у нас больше условий были. Кредиты. Да, Боже мой, вопрос не в этом. Вопрос не в этом, вопрос в отношениях с Богом. Ищите прежде всего Царство Божье и правду Его. Все остальное приложится. Вспомни откуда не спал. Покайся. Покайся за жестокосердие. Друзья мои, мы часто бросаемся словами и не понимаем, что эти слова негативные по отношению к святыням Божьим, они могут захламлять и огорчать Бога, и Бог закрывает небеса. В Библии так часто мы читаем, за то, что ты сказал, за то, что ты сказал, я сделаю то-то и то-то. Ну, что ты к словам привязал? От слов своих ты оправдаешься, от слов своих осуществишь. За то, что ты говоришь, что их Бог есть Бог гор, а не Бог долин, я тебя замочу в долине. Вот мы на свою голову наболтаем, мы вот на свою голову наболтаем, а потом и не поймем, и на горах облом, и в долине облом. По долинам и по взгориям шла дивизия вперед. Пришло время, друзья, сегодня проанализировать, вспомнить, с чего все началось и вернуться к прежним делам, к первой любви, в которой так много было свободы, так много дерзновения, так много счастья, так много беззаветных, может быть, таких просто сумасшедших идей. И твори прежние дела, будь таким же щедрым, твори эту щедрость, приглашай людей к себе, открой дом для домашних групп, ведь твой жизненный опыт пригодится кому-то, возьми домашнюю группу, возьми ячейку, твори прежние дела, почему ты забил их, говоришь, больше я туда не вернусь, ты как эгоист, и в этом изоленном пространстве ты великое счастье переживаешь, да никакого счастья, ты замуровал себя, и думаешь, что это лучше, ты перестал жертвовать и говорить, ай, когда решу свои вопросы, вот когда жертвуешь, тогда ты и решаешь свои вопросы, дьявол жжет и говорит, ой, я не хожу в церковь, потому что у меня много проблем, и когда я свои проблемы решу, тогда я прихожу в церковь, ты их в жизни вне церкви никогда не решишь, приходи сюда в таком состоянии, в каком ты есть, здесь Бог решает вопросы, жестокосердие, следите, друзья, за тем, чтобы сердце не ожесточилось, аж сердце ожесточается грехом, здесь очень простая схема, очень простая схема, грех ожесточает сердце, жестокосердие меняет законы, и мы придумываем себе жизнь, когда закон теряет силу, закон теряет силу, как написано, что в римлянам в римлянам восьмая глава седьмая глава страсти греховные обнаруживаемые законом действовали в членах наших и вот в римлянам восемь три как закон ослабленный плотью был бессилен, то Бог послал сына своего в подобии плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас живущим не по плоти, а по духу. Слушайте, закон ослабленный плотью стал бессилен. Бог говорит, вот так надо делать, жестокосердие, грех ослабляет закон тем, что вносит поправки к закону. Можно? Нельзя. Нельзя? Можно. Можно, только вот в определенной мере. Сгон ослабленный плотью стал бессильным, поэтому Иисус пришел на землю восстановить Божьи законы. Наше жестокосердие ослабляет мораль, ослабляет закон, и мы должны понимать, не закон мы должны подстраивать под себя, а себя мы должны подстраивать под Божий закон. И говорить, Господь, не я буду требовать от Тебя, я буду повиноваться тебе. Грех ставит перед собой цель обуздать закон, а закон ставит перед собой цель обуздать грех. Запомните, закон нужен для того, чтобы обуздать грех и объявить его вне закона. А грех пытается обуздать закон и сказать, это покушение на права человека. Я личность, у меня тоже свое понимание. И когда грех пытается обуздать закон, то закон теряет силу, когда грешные люди пытаются использовать этот закон под себя. Не то же происходит сегодня в правительстве. Для того, чтобы какую-то махинацию глобальную провести, голосуют, типа, вот народ ничего не понимает, голосуют, вот специальный закон, для чего? Чтобы несколько миллиардов отмыть. А потом говорим, где этот закон? А закон не работает, потому что он обессилен грехом. И для того, чтобы восстановить силу закона, нужен Иисус, который вернет нас к истокам. А вначале не было так, когда была революция, когда танки шли сюда, выходили вожди и говорили, Латвия будет уютным домом для латышей и для русских, братья, сестры, вначале не было так, как сегодня. И хотелось бы сегодня мне напомнить многим вождям, а вот посмотрите, пожалуйста, что было вначале. Амин? Покайтесь и творите прежние дела свои. Бог желает, чтобы этот закон, он работал не только в нашей личной практике и на государственном уровне, потому что мы все братья и сестры на самом деле. Мы тот народ, у которого Господь есть Бог. Друзья, запомните, если закон Божий не обуздает наш грех, наш грех, он обуздает закон, и тогда нам всем кранты. Кто мы, чтобы покушаться на Божьи святыни и Божий закон? Как бы то ни было, Бог всегда прав. Смотрите, блудный сын пришел к отцу и говорит, мне надоело жить в этих условиях, дай мне часть имения. Что должен был отец сделать? Вот он и дал разводное письмо. Если ты у меня берешь вот так вот за гривку и говоришь, дай мне мою часть имения. На, возьми. Так отец, ты благословляешь? Иди, пожалуйста. Поймите, поймите, Бог не жестокосердный. Хочешь этим путем идти? Иди. Хочешь этим путем идти? Иди. Ну, знай, что там смерть, а вот здесь жизнь. Говорит, если бы вы повиновались закону моему, правда твоя была бы как воды морские. Непослушанием одного, жестокосердием одного пришел грех в этот мир. И праведностью другого, послушанием другого спасение пришло. Закон есть закон. Если ты исполняешь закон, законодатель будет благословлять тебя. Если ты нарушаешь закон, есть полиция, есть прокуратура, есть судебные органы. Если даже за нарушение дорожных правил нам приходится рассчитываться, то за нарушение Божьих правил жизни мы будем платить дорогой ценой. Мы больны, у нас болит и почки, и легкие, у нас экономические болезни, духовные. Боже, дай нам в этот вечер смириться перед тобой и сказать, Бог, прости меня за бунт, прости меня за жестокосердие, прости меня вообще за мое непослушание, научи меня жить. Научи так исчислять дни, чтобы приобрести сердце мудрое. И я возвращаюсь к этому посланию Ефесской. Вспомни, откуда ты не спал. Покайся и твори прежние дела твои. Дух Святой, я благодарю Тебя. Дух Святой, я благодарю Тебя за то, что Ты сегодня здесь. я прошу Тебя, Бог, возврати нас в то время, когда мы любили Тебя больше всего на свете. Боже, я прошу Тебя, дай нам восстановить те отношения, которые были раньше. Боже, я прошу Тебя, если у кого-то светильник погас, я прошу Тебя, разожги этот светильник. Прости нас за то, что мы по жестокосердию своему требовали этого разводного письма, которое не принесло счастья, которое только разочаровало. я прошу Тебя, Дух Святой, проговори сегодня ко всем мужчинам и женщинам в этом зале. Я прошу Тебя, возврати нас в это золотое время любви, когда между нами не было ничего, когда между нами никакого греха и идолов не было. Я прошу Тебя, возврати нас к этим временам первой любви. Боже, я прошу Тебя, возврати этот огонь, возврати эту любовь, возврати эту жертвенность, возврати эту смелость, возврати, Господь, это мужество, возврати, Господь, то, что утрачено было. Мы в этот вечер отрекаемся от всяких навязанных правил, мы сегодня отрекаемся от всяких либеральных правил, от человеческих заповедей, и говорим, то будут Твои заповеди указателем нашей жизни. Прикоснись к нам, Господь. очисти наши сердца от всякого греха, который может ожесточать наше сердце, пусть наше сердце будет мягким, добрым, пусть наше сердце будет искренним и чистым, послушным и посвященным Тебе. Дух Святой, Дух Святой, возврати, возврати огонь, возврати святость, возврати чистоту, возврати смелость, возврати подвиги, возврати победы, возврати мужество, возврати мужество, возврати gnome, т.е. вновь мужество, вера Avatar, как нежнее людей, схемне, мужество, Аллилуйя! Прости нас, Господь, за наши компромиссы. Прости, Господь, за оправдание своих слабостей. Прости, Господь, что грех мы наживали ошибкой и вводили, Господь, в заблуждение себя и окружающих. Прости, Господь, что навязывали свою волю тебе вместо того, чтобы говорить, да будет воля Твоя. Дай нам вернуться к прежним, добрым, святым и благословенным отношениям к Тебе и друг к другу. Я прошу, возврати стандарты, возврати, Господь, эталонные отношения с Тобой. Возврати нас в то время, когда мы дышали молитвой, когда мы дышали светом, радостью, помазанием. Возврати нас в то время, когда мы бежали в Дом Твой, когда мы с собой брали все родство. Господи, возврати нас в это золотое время первой любви. Возврати нас в то время, когда мы ненавидели грех. Возврати нас в то время, когда мы презирали всякие компромиссы и любили Тебя всем сердцем, всей душою, всей крепостью во имя Иисуса. Субтитры создавал DimaTorzok Ещен Дурмакатая, Дух Святой, ревизируй наше сердце и сделай, Господь, свое чудо. Мы просим во имя Иисуса. Я вспоминаю время, когда мы, будучи на ДСР, практиковали экономические посты. Я сейчас вспоминаю, думаю, это мы были или нет? Что такое экономический пост? Это когда мы соглашались в месячную зарплату, в месячную зарплату, жертвовать в Дом Божий. Сейчас это может звучать как издевательство. Тогда это звучало как подвиг. Месячную зарплату. И мы тут же затягивали пояс и говорили, мы как-то проживем прежние дела. Не так уж много среди них плохих было дел. Может быть, не столько было знаний, сколько любви. Но знания не должны вытеснять отношения. Давайте возьмем жертву. Возьми эту жертву и скажи, Бог, хочу вернуться в эту золотую эпоху первой любви. Самые глубокие впечатления своего христианства. Самые яркие страницы своего духовного опыта. Божий, верни нас в этот сезон первой любви. Помоги нам сократить дистанцию. В любви нет страха. Совершенная любовь изгоняет всякий страх. Давайте возьмем свою жертву. Давайте поднимем ее. И давайте совершим эту молитву и скажем, Отец, во имя Иисуса, я прихожу к Тебе. Я хочу возвратиться в этот сезон первой любви, когда я был максимально счастлив с Тобой. Я хочу, чтобы это время возвратилось. Прости меня за всякие компромиссы. Прости меня за жестокосердие, за то, что часто Твои законы я пытался подстроить под себя. Сегодня вечером я принимаю решение повиноваться Тебе. Пусть закон Твой обуздает меня. Пусть закон Твой обуздает мой грех. Я хочу, чтобы мое послушание принесло спасение не только мне, но и окружающим людям. Вот моя жертва, как знак моего послушания, моей любви и моей преданности Тебе. я хочу вернуться к прежним отношениям с Тобой. Прими, Господь, эту жертву и пусть она Тебе понравится во имя Иисуса Христа. Аминь. Пустите, пожалуйста, ведро по залу. Закон, ослабленный плотью. Если мы живем по плоти, мы ослабим Божий закон. Плотское христианство ослабляет моральные нормы. И в церкви разрешается грех. Писание говорит, если живете по плоти, умрете, потому что, когда закон теряет власть над человеком, человек погибает. Грех нейтрализует закон и в результате беззаконие. Если нет закона, это беззаконие. А беззаконие ведет человека к смерти. У Бога все закономерно. Поэтому мы не имеем права нарушать законы Божьи. Мы имеем право исполнять законы Божьи. Боже, возврати нас. Иисус говорит, в начале не было так. А если Иисус есть альфа и омега, если наш Бог есть начало и конец, то в конце Бог восстановит все, что было однажды в начале. Никуда не денемся. Иисус отменит наши собственные правила и утвердит свой закон. Если ты пожертвовал, продолжай молиться и скажи, Бог, наведи порядок в моей жизни. Наведи Твой божественный порядок в моем сознании, в моем сердце. Наведи свой божественный порядок в моей семье, в моем служении. Не моя воля, но Твоя да будет. Не заповеди человеческие, а заповеди Божьи. Пусть будут контролировать и управлять мною. О, Иисус, 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 мы любим Тебя и будем творить прежние дела свои. Субтитры прострите руки давайте вместе помолимся дух святой прими господь эти жертвы я прошу тебя в это страшное время простри свои руки в это страшное время простри господь свою милость и прошу тебя покажи разницу между служащими и неслужащими я прошу тебя пусть кровь иисуса христа будет над каждым человеком который доверяет тебе который уповает на тебя боже мы хотим любить тебя возрастать в этой любви еще больше боже прости нашу жестокость прости наш грех прости господь наши компромиссы я прошу тебя пусть наша жизнь понравится тебе мы любим тебя мы поклоняемся тебе и превозносим твое святое и великое имя слава тебе иисус слава тебе иисус слава тебе иисус за то что ты ревизируешь нашу жизнь и выводишь нас на новый уровень благодарим тебя иисус пусть сегодня у нас будет все что было в самом начале твоя божественная мудрость твоя божественная красота твои божественные стандарты во имя иисуса христа амин пожалуйста возьмите халлелуя и помните как павел говорил если бы ангел или какой-то другой проповедник или даже я сам пришел к вам и и начал проповедовать другого иисуса чем того которое в самом начале проповедовал если бы я принес вам другое благовествование которое бы отличалось от того в которой в самом начале было звучало в вашей жизни да будет анафема что такое в начале когда мы говорим слово начало друзья мы не говорим о люстрах мы не говорим о дверях мы не говорим о жалюзях мы говорим о фундаменте то что было в начале это является основание и фундамент и никто не может положить другого фундамента вот почему к тому что было в начале должно быть очень серьезное и ответственное отношение и он хоть если бы даже я пришел начал что-то гнать вам вообще не то что я самом начале правило гоните меня от себя да будет анафема нас до сих пор держит то что было начал мое служение держит до сих пор то что было от начала мою семью держит то что было от начала дорожите тем что было от начала и не стройте на песке либеральных человеческих заповедей аминь